Хрупкая девушка, железной волей, подарившая надежду очень многим людям. На Украине теперь персона Нонграда. Российскую певицу Юлию Самойлову не увидят зрители Евровидения. Служба безопасности Украины закрыла для нее въезд страну. Когда она пела на открытие Паралимпийских игр в Сочи, мир аплодировал ее таланту и воле к победе. Но украинские власти выстроили непреодолимую преграду. Но выпиющее решение СБУ комментируют политики и звезды эстрады. Репортаж Антона Верницкого. Еще несколько дней назад в интервью нам Юлия Самойлова говорила, готова к тому, что Украина может не допустить ее конкурсу, но расположение духа не теряла, хотя не считает себя сильной. Со стороны виднее, но я точно не нюня. Мне много раз говорили нет, но я не останавливалась. Вот и сегодня, узнав о том, что СБУ закрыла ей въезд на Украину, Юля не пала духом. И мне как-то все это, за всем этим очень страшно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такое увидели, во мне в такой маленькой девочке увидели какую-то угрозу. Я по большому счету не расстраиваюсь, я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что это все еще переменится. В любом случае, наш первый канал и телеканал «Россия», поочередно транслирующие этот конкурс, приняли совместное решение. Если в этом году Юлия Самойлова не будет допущена организаторами к участию в конкурсе в 2018-м, она все равно будет представлять Россию на Евровидении. То, что Украина попытается не допустить для участия в конкурсе любого участника от России, предполагалось задолго до того, как было принято решение о том, что нашу страну в Киеве будет представлять Юля. Еще за несколько месяцев до этого в интернете на Украине активно муссировались слухи о том, что Россия пошлет на конкурс, например, ансамбль Александрова в полном составе. Когда же 12 марта в программе «Воскресное время» впервые прозвучала песня Юлии Самойловой, на Украине началась самая настоящая истерика. Циничная провокация Российской Федерации. Циничная провокация Российской Федерации. Специальная информационная атака против Украины. Апеллировать к тому, что у человека ограниченные физические возможности и к каким-то человеческим ценностям, это не тот случай. Персона артистки Самойловой должна быть нон-грата, потому что она выступала в оккупированном Крыму. Теперь служба безопасности Украины думает, пускать ли ее на песенный конкурс. В результате служба безопасности Украины думала почти две недели и сегодня вечером выпустила короткое официальное сообщение. Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ее законодательства Украины. Советник МВД Украины Антон Герасченко заявил, что, цитата, «На этом примере мы покажем и россиянам, и представителям других стран, что Украина – это суверенное независимое государство». Организаторы Евровидения со стороны Украины практически сразу заявили, что решение СБУ выполнят. А вот в европейской штаб-квартире конкурса попытались смягчить ситуацию, выразив разочарование. «Мы уважаем законы, принимающие страны, однако мы глубоко разочарованы в этом решении, так как считаем, что это идет вразрез как духу конкурса, так и понятию равных возможностей, которые лежат в основе его ценностей. Мы продолжим диалог с украинскими властями с целью обеспечения того, чтобы все артисты смогли выступить на 62-м конкурсе Евровидения в Киеве в мае». Каким образом может быть построен такой диалог, Рукомитет Евровидения пока ничего так и не сказал, пообещав сделать дополнительное сообщение позже. Тем временем реакция коллег Юлии Самойловой по цеху поп-исполнителей не заставила себя ждать. Так Филипп Киркоров уже обратился ко всем участникам предстоящего конкурса. «Всем людям, которые выйдут на сцену в Киеве, скажите перед выступлением одну, но очень важную фразу. Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушкой-инвалидом, которую здесь боятся. Я хотел бы начать волну поддержки и сфотографироваться в инвалидном кресле. Хотел бы, чтобы моему примеру последовали все мои дорогие коллеги». «Это несправедливо, это неправильное отношение. Если это такой глобальный конкурс, то они не имели. И по отношению к конкурсу так поступать, музыка не имеет границ». О том, что служба безопасности Украины боится хрупкой девушки, заявил сегодня и МИД России. «Запретив по линии СБУ въезд на Украину представительницы от России на Евровидение 2017 Юлии Самойловой, Киев, видимо, не на шутку испугался хрупкой девушки. Тем самым он не только продемонстрировал свою политическую ущербность и слабость, но и подлинное отношение к так называемым европейским ценностям. Интересно будет посмотреть на реакцию Европейского вещательного союза и его партнеров в Европе, зарубежных кураторов Украины, на эту очередную выходку Киева». Песенный конкурс Евровидения должен пройти в Киеве с 9 по 13 мая. Первое выступление Юлии Самойловой запланировано было на 11 число. Антон Верницкий, Юлия Ходорова, Наталья Литовка, Первый канал.